В медитации или же аутогенной тренировке есть две позы. Поза активная, плокачиваемся на спинку кресла или же стула и назовем это поза водителя. Методы аутогенной тренировки для спецслужб создавались для летчиков дальних полетов. Он сидит за штурвалом и мозг работает в усиленном режиме. И летчики теперь терпели аварии, катастрофы, плюс ко всему они не высыпались. И они находили решение проблемы за счет алкоголя, за счет наркотиков, за счет транквилизаторов. В лучшем случае шоколад и многие заканчивали суицидом. Это кучера. Вот кучер, представьте, зимой в Сибири 8 часов под снегом, холодом, вез барина. А барин заходит в трактир пожрать похлебки и выпить водки. А у кучера он сидит на козлах, ему холодно, он замерз, ему неудобно. И вот он в клубе в каком-то, и он находит какую-то свою позу, чтобы в этой позе было комфортно. Или после, если кто-то в Штаты летал, в Америку, куда-то, где далеко, 10-12 часов летишь, твое тело поднимает от положения. Поэтому первое начинается с позы. Давайте примем. Или же облокотились. Это пассивная поза. Или же активная поза. Поза водителя. Проблема водителя, есть гипноз за рулем, когда очень много случаев, больше, чем у алкоголя, когда люди погибают, засыпают. Первое, это начинается с позы. Мы создаем зону комфорта и зону безопасности. Давайте создадим сейчас каждый из нас свою зону. Пассивная поза. Когда мы сели, облокотились на краешек стула, кресла. Это, например, как в самолете, когда мы летим. Мы переведем внимание с четырех кругов. Вспоминаем систему Станиславского. С мира внешнего. То, что находится за пределами ВДНК, павильона. Ваш бизнес, работа. С левой стороны, допустим, ваши эмоции. С правой стороны находится все, что связано с неким аналитическим, критическим восприятием. Посмотрите, насколько удобно расположилась ваша правая рука, левая рука, левая нога. И вот по возможности расположите еще удобнее. Задача определить, какая мышца тела наиболее расслаблена, а какая мышца тела наиболее напряжена. Но я вам могу дать небольшую подсказку, что все, что находится в области глаз, это самая расслабленная наша зона. Когда мы сейчас с вами направим внимание, если мы взгляд приподнимем вверх, мы можем почувствовать мышцы лба. Помнить некое состояние задумчивости или удивления, или некая перезагрузка по работе. Но если мы опускаем взгляд, и брови опускаются вниз, мы можем почувствовать, как мышцы лба расслабляются. На вдохе легкое напряжение, на выдохе расслабление. Мы вспомним состояние ярости, гневом, или взгляд входит в одну точку. Это точка межбровья, напряжение. И наши брови, например, начинают расходиться. Мы можем представить, как ручейки весенние текли, или как воск плавится. Пусть мы можем вспомнить, когда глаза широко раскрываются. Глаза, как у азиата, они сужаются, или когда песок в наших глазах. А ресницы, они защищают. Вдохнуть через левую ноздрю, а левые ноздря – это правое образное полушарие. Если мы хотим расслабиться, вечером мы можем подышать через левую ноздрю и войти в состояние релаксации. И мы можем через правую ноздрю более активизироваться, сравним, какая ноздря сейчас – левая или правая. Дышат, а в определенное время происходит переключение. Мы можем протестировать левый глаз, правый глаз. И звуки, которые мы больше слышим слева или справа. И запахи. Еще раз. Левый глаз, правый глаз. Левое ухо, правое ухо. Левая ноздря, правая ноздря. Теперь язык. Кончик языка может касаться неба. А если мы проговорим букву Т, то мышцы языка расслабляются. Или же, например, буква Ч. И при этом мы можем вспомнить, как, допустим, наш подбородок слегка отвисает. А может быть, наши щеки иногда надуваются отважностью, да? И вот теперь попробуем мы расслабить мышцы лица. Но мы для себя перейдем к приемам самопрограммирования. Нарисуем цифру 1. И 1 – это голова. Когда эта цифра исчезает, это возникает нулевое состояние сознания, и наша с вами голова расслабляется. А наша с вами голова связана с нашим телом. Это мост, это наша шея. И мы можем почувствовать, как расслабляются мышцы шеи. Мышцы шеи расслабляются. И мы можем с вами нарисовать теперь, представить цифру 2. И как только цифра 2 наше внимание переходит на шею, и когда цифра 2 пропадет, мы можем почувствовать, что наша шея расслабляется. А следующее мы можем нарисовать или представить цифру 3. А цифра 3 – это наши руки. Представим, подумав о руках. Возможно, правая рука, левая рука. Может быть, большой палец на правой и левой руке. Указательный, средний или же безымянный палец. А, кстати, мизинцы – это наше сердце, канала меридианы. Безымянные пальцы – это наша печень. Средние пальцы – это наши легкие. Указательные пальцы – это наши почки. Большие пальцы – это наша голова, желудок, селезенка. И каждый орган имеет свою эмоцию. Например, мизинцы, сердце – это эмоции радости и горя. Мы можем вспомнить состояние радости или горя. А можем вспомнить вообще просто безэмоциональное, налевое состояние. Меридианы печени, желчного пузыря – это эмоции ярости и гнева. И когда противоположная эмоция, согласно плюсам и минусам, и не я – это эмоция милосердия. Например, средние пальцы – это наша легкая. Это некая тоска, печаль. Это проблемы с дыханием. И, с другой стороны, это, наоборот, некая воздушевленность. Указательные пальцы – это наши почки. Это наши страхи. Это вода. Это может быть холод, мороз, снег, лед. А может быть тепло. Это может быть бирюзовое море. Это может быть мальдива. А может быть что-то еще. И большие пальцы – это голова. Это желудок, это селезенка. И также пальцы на руках и на ногах. У человека 10 каналов пальцев рук, пальцев ног. И два канала – передней, серединной, по линии груди и по позвоночнику. И вот туловище. Это цифра 4. Давайте расслабим наше туловище, нашу грудь. Вздохнем грудью. Низ живота. Почувствуем, как мышцы спины расслабляются. Вот представьте, что вы долгое время носите рюкзак. Сбросили этот рюкзак. И почувствовали прилив сил. Как свободно, спокойно. Вы где-то после какого-то марш-похода в горы, может быть, шли. Вы сели на природе. Находим каждое свое место. Это может быть горы, это может быть лес, это может быть вода, это может быть море, это песок. А может быть кресло, и удобно расположившись, мы переводим внимание с мира внешнего на мир внутреннего. Мир телесных ощущений, образных представлений, чувств и эмоций. И вот наши ноги – это цифра 5. Почувствовали вся нагрузка на наши ноги? Давайте цифру 5 мы нарисуем. Подумаем. А затем представим, когда мы опускаем ноги в приятную теплую воду. Почувствуйте тепло, которое возникает в ногах. Приятное тепло. Стопы, икроножные мышцы. И состояние некой тяжести, которое возникает в ногах. Как после хорошей пробежки, или же фитнеса. Или в руках, когда мы несли тяжелые вещи, или же мы чем-то занимались. И вот мы после хорошей физической тренировки, бега, а бег развивает вся группа мышц, или же, например, плавание гармоничное, мы с вами ложимся в приятную теплую горячую воду, джакузи. И почувствуйте, как приятно расслабляться. При этом возникает спокойствие ума, расслабление тела и приятное чувство тяжести, расширение кровеносных сосудов в правой руке, в левой руке. Правая нога, левая нога. При этом дыхание спокойное, дыхание естественное, дыхание ровное. Я спокойно, спокойно. Я расслаблен, расслаблен. Спокойствие ума, расслабление тела. Мы как телесное эфемерное существо. Это свое рода медитация погружения на дно моря, где все спокойно и безмятежно. При этом дыхание сейчас возникает низом живота. Мы можем представить, как дышит лягушка. А дыхание низом живота активизирует нижние чакры. Красно-оранжевый, желтый шар. И вот это огненное тепло мы можем направить в ноги. А если мы теперь вдохнем грудью, мы почувствуем, как это тепло разливается по груди. Сердце бьется спокойно и ровно. Пульс в висках рук. При этом голова ясная и чистая. Легкое дуновение ветерка. Медитация, подобно погружению на дно моря, где все спокойно и безмятежно. И основные цели. Первое. Расслабление тела. Еще раз прочувствовали расслабление от макушки, мышцы лба, глаза. И давайте представим молодую, цветущую, красивую женщину или же мужчину, который наполнен энергией. Можем представить румянец на щеках. Можем представить себя такой, каким мы хотим видеть. Найти только самому себе. Находиться в состоянии потока. Ресурсное состояние. Состояние в состоянии здесь и сейчас. Расслабление тела. Спокойствие ума. Приятная тяжесть, наполнение жизненной силы, энергии во всем теле. И вот через какое-то время мы будем задавать мобилизацию. Мы будем выходить из этого состояния, когда тело спит. Это осознание бодности. Например, еще раз мы заново сами программируем. 1. Почувствовали, голова расслабилась. 2. Расслабилась шея. 3. Расслабились руки. 4. Расслабилось тело. 5. Расслабились ноги. 1. 2. 3. 4. 5. И мы, возможно, куда-то опускаемся в лифте или куда-то в подземелье. Возможно, кто-то уходит в какие-то прошлые инкарнации. А может быть, просто спокойно, расслабленно отдыхает. И через какое-то время мы начнем сплывать. Из-под воды как кузырь, а может быть, как воздушный шар. Может быть, наоборот, подниматься по лестнице на 10 этаж. И вот некий такой, через какое-то время возникает обратный отсчет. 5. Почувствовали, как пальцы ног слегка напрягаются. И возникает приятный тон. Ноги становятся, наполняются силой. Стопы и короножные мышцы, бедра. 4. Почувствовали прилив энергии внизу живота. Почувствовали грудь. Спина слегка выпрямляется. 3. Рут. Пальцы рук сжимаются в кулаки. Почувствовали бицепсы, трицепсы. 2. Наша шея. И один, наша голова, тянемся вверх, делаем медленный глубокий вдох и выдох. Это единственная медитация, наверное, которую я пробовала и которая реально сработала. Было очень даже моментами страшно. На данный момент удалось почувствовать какое-то спокойствие. Не хотелось спать. Мозг работал активно, но тело было расслаблено полностью. Было прикольно. Полностью отключение вообще мозга. Блин, вот это очень как будто бы меня зовут Наталья. Мне сегодня, правда, понравилось. Были открытые инсайты. Ну, скажу, что я чакры знала. Там, ну, знакома была там с аутотренингом. Но для меня было интересно очень, какие есть методики вот этой рефлексотерапии. Как это можно воздействовать на человека, что у вас такая база. Ну, прям, что все уровни, не только физическое, духовное и психологическое все вместе. То есть это очень интересно. Когда все вот так скомпоновано и все так разложено. Ну, и практики, которые вы там сегодня о нас познакомили, были там супер. Да, на самом деле я тоже знала чакры. Так я их не помнила, как они называются. Потому что у меня папа этим занимался на дыхе и я уже с этим знакома была. Что мне было интересно, это как расслабиться, погрузиться в самого себя. Почувствовать самого себя. В том, что действительно я была в таком состоянии между сном, расслаблением. И я все слышала, понимала. Понимала, что да, у меня больше процессов идет в голове. То, что надо больше по всему телу ощущать все тело. И что еще важно, мне бы хотелось действительно понять, как выстраивать работу с клиентами. Как понимать их, как взаимодействовать с ними. И передавать свой импульс. Это не зона комфорта была, психотерапевтического какого-то кабинета. У меня зовут Альяна. И для меня вообще сегодняшняя встреча это что-то новое. Я вот там не слышала и не знала, и попробовала. Расслабились. Расслабились? Ну, в момент слова я заметила, что ваш голос у меня то тише, то лучше. Меня зовут Оксана. Я не пробовала до этого ни медитации, ничего такого. Потому что казалось, что как будто мне это не нужно. Из серии я пыталась садиться, сконцентрироваться. Но так я думала, хорошо, посижу по домам вода, у меня я сделала поважнее. Вот, и довела себя до не очень хорошего состояния. И я удивлена тому, что, учитывая, что здесь очень большой фоновый шум, мне все равно удалось уйти как-то внутри себя и ни о чем не думать. Это было очень круто. И я думаю, что с этим мне есть на чем подробно работать. Точно. Удалось, да, почувствовать какое-то спокойствие, какое-то... Не хотелось спать, мозг работал активно, но тело было расслаблено полностью. Меня зовут Лизавета. Я пробовала медитацию, это было в качестве интереса просто, мне для какой-то идеи или цели просто попробовалось. И получалось только, когда я включала какие-то аудио, чтобы мне что-то говорили, и тогда получалось хотя бы немножко просто не имитаться среди мыслей каких-то. Самое тяжелое, пока это когда ты сидишь один вообще в тишине, без того, что тебе что-то диктует, что надо делать, самому вообще водили в это состояние. Вот это вообще супер какой-то тяжелый уровень пока не у меня. И интересно было вот с этими точками вообще попробовать, когда что-то начнем беспокоить, вот так вот на телесном уровне. Ты высшие методы, да? Чем глубже ты смотришь, тем ты глубже. И возможно ты лишненькое отражение. Это некий образ. Это лучшее время, которое у тебя было. Возможно это образ с детства. Дыши, 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 дыши. Нам тренинг понравился. Я в шоке, девочки, я в шоке. Нам очень еще понравилось. Соответственно, основа механики, билл механики. Работать надо, работать вот. То есть, ну я запустил это, да? Супер, супер. Прошел, было упражнение, когда я чуть-чуть не уснула. Прошел. 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 Продолжение следует...